Встреча активных жителей микрорайона Зеленой Аллеи с представителями администрации муниципалитета началась с посещения строящегося детского сада, рассчитанного на 155 мест. У участников собрания была возможность посмотреть техническое состояние здания. Это уже будет второе дошкольное учреждение в жилом комплексе. Застройщик обещает полностью завершить работы до конца июля, чтобы с 1 сентября новый садик распахнул свои двери для воспитанников. Другая, еще более актуальная проблема микрорайона – строительство школы. На встрече присутствовали представители группы компании МИЦ, к которым жители могли обратиться напрямую с этим важным вопросом. На какие средства вы будете строить? Вы где эти средства возьмете? У вас этот дом под эскроу, этот дом сдался. На какие средства вы будете строить эту школу? Пока на самом деле источник финансирования не определен. У нас есть деньги для того, чтобы запроектировать эту школу. Мы получили на это кредит, а дальше мы будем прорабатывать этот вопрос. Так что прорабатывали по детскому саду и нашли на него финансирование. Школа, которая еще не приступает к строительству, детский сад, еще один на 155 мест, то же самое. С третьего квартала текущего года застройщик обещает начать проектировать, чтобы до конца года уже проект с экспертизой здесь был. Было у нас совещание с министром жилищной политики. Мы договорились о том, что если третий квартал не начинают строить, то сейчас есть, правильно, третий квартал? Проектирование. Проектирование, да. И, соответственно, не начинается сроки указанная стройка, то мы идем в суд. И плюс будем делать все, что блокирует какую-либо стройку на территории Москвы. Следующим направлением диалога стало обсуждение строительства выезда из жилого комплекса. Группа компаний МИДС со своей стороны строит, застройщик Дивной Сити со своей стороны. Соответственно, срок завершения всех работ с выездом в сторону улицы Старо-Нагорная, ну, где-то конец сентября. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов, курирующий темы строительства в муниципалитете, подробно рассказал о проекте дороги и выслушал пожелания местных жителей. Проект организации дорожного движения, мы его запараллелируем. Сейчас как правильно развести потоки, почему? Потому что, грубо говоря, район строится, там еще никто не живет. А здесь практически полностью заседен. Здесь нужна хорошая логистика, продуманная. С коллегами из ГИБДД мы это дело до конца доведем. Также на встрече был рассмотрен вопрос строительства поликлиники. Застройщик в данный момент отбирает подрядную организацию, чтобы в ближайшее время приступить к ремонтно-отделочным работам. Все вопросы взяты на контроль администрации и о ходе их выполнения жителей будут проинформированы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.